В средней школе номер 9 города Лобинска состоялся семинар по функциональной грамотности. В нем приняли участие представители управления образования, информационно-методического центра, учителя и руководители образовательных учреждений Лобинского района и Республики Адыгея. Более ста педагогов. Функциональная грамотность реализуется во всех образовательных организациях в рамках выполнения нового федерального государственного образовательного стандарта. Функциональная грамотность включает в себя различные направления учебной деятельности. Это и финансовая грамотность, читательская, математическая, естественно, научная. То есть через функциональную грамотность в образовательных организациях реализуется изучение всех учебных предметов. Функциональная грамотность – одна из основных задач системы образования. Все педагоги в той или иной степени знакомы с этим понятием и с содержанием. Функциональная грамотность реализуется во всех школах Бобинска с 1 по 11 классы. Даже самые маленькие первоклассники, они знакомы с понятием функциональной грамотности. И я надеюсь, что педагог, который обучает их навыкам, приемам, методам функциональной грамотности, эти дети обязательно все полученные знания смогут применить в жизни. Школа презентовала коллегам свой современный и эффективный опыт по формированию функциональной грамотности обучающихся. Участникам семинара было предложено 11 мастер-классов, в процессе которых учителя представили приемы, методы, технологии, способствующие формированию читательской, математической, естественно, научной, компьютерной, финансовой грамотности, развитию креативного мышления. В рамках семинара у меня сегодня был проведен урок математики, занятие, на котором с учащимися мы рассматривали различные способы решения задач, практика ориентированной направленности. В течение нашего занятия для комфортной и слаженной работы учащимся я предлагала использовать ранее заготовленные мной буклеты. Буклеты состояли из шести блоков. Ребятам предлагала на уроке работать не только индивидуально, а активно они работали в парах, в группах. В течение урока они предлагали свои задачи, которые имели такой же вид, это были практико-ориентированные задачи. Многие из них приводили жизненные примеры, когда в жизни необходимо знание о математике, приводили главные свои ориентиры. И в завершении занятия учащиеся в микрогруппах подготовили яркие и верные проекты по данной теме. Проекты здесь были разнообразные, разноуровневые, и каждый из учащихся с удовольствием принял участие в данном мероприятии. Защищая свой проект, ребята использовали много интересных аргументов. Очень горд за наших педагогов, что накопленный опыт может транслироваться и транслируется в другие образовательные учреждения. Ведь 23-й год – это год педагога и наставника. И вот наши опытные педагоги-наставники поделятся со всеми коллегами накопленным опытом, который приобрели. А молодые специалисты, они продемонстрируют тоже те навыки, перенятые у наставников, а также поделятся современными приемами, которые сейчас необходимы, отвечают тем вызовам образования, которые перед нами стоят. Все это позволит повысить качество образования нашего муниципалитета. Также за этим приехали понаблюдать гости из других регионов. И я надеюсь, им очень будет полезен тот опыт, который они сегодня получат. Гости дали высокую оценку каждому учителю девятой школы, отметив компетентность, глубокое содержание, разнообразие приемов и методов. Посетила урок Потапенко Оксаны. Урок был очень познавательный, интересный по финансовой грамотности. Очень понравилась из методики преподавания учителя метод прием шпаргалок, конкурс решения задач. Видно, что детям это очень интересно. Проектные работы очень интересные нам были рассказаны. Такие мероприятия играют важную роль в развитии системы образования и педагогического сообщества. Они способствуют стимулированию успехов и достижению учителей и повышению профессионального мастерства. Лилиция Океан, Георгий Сопов, Лапмедиа.